МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На АТВ программа «Танец Орла» в студии для вас работает Владимир Банчиков. Как обычно, по вторникам мои юные коллеги и я приготовили для вас самые свежие новости из мира бурятского, российского и мирового спорта. Поехали! Летом Байкал становится местом практически всех спортивных соревнований. Но для этого турнира лучше места не найти. Первый в республике спринт-риатлон в открытой воде состоялся в Ихолуке. Всего спортсмены проплыли 750 метров, после чего переселенные велосипеды проехали 20 километров. Завершающим этапом стал бег на дистанцию в 5 километров. На старт вышли 16 спортсменов из Бурятии и Иркутской области. Безоговорочную победу одержал 45-летний лануденец Илья Курышев. Он прошел всю дистанцию за 1 час, 11 минут и 21 секунду. Воспитал чемпионов мира. Уроженец Бурятии, футболист любительского клуба «Тотем» Олег Бадмаев уже 5 лет тренирует детей. Под его руководством команда детдомовцев из Красноярска в очередной раз выиграла Кубок Мира в Польше. Ребята участвуют в турнире 5 лет подряд и ни разу воспитанники Олега Бадмаева с пьедестала не сходили. Известный бренд «Эйсикс» выпустит спортивную форму с символикой Бурятии. Ставшая лицом бренда наша юная теннисистка Дарья Саханова планирует сыграть в цветах родного флага на турнире в Будапеште. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Инна Степанова сегодня вернулась на малую родину в Бурятию. Накануне команду «Лучниц» торжественно встретили в Москве, а уже сегодня спортсменку участвовали в аэропорту Улан-Удэ. Настоящий праздник на площадке аэропорта. В зале прилета волнительная атмосфера ожидания. Родные и близкие Инны не находят слов для журналистов и еле сдерживают накатывающие слезы. Гордость, радость, конечно. Переживали, смотрели. Боял очень сильно. Конечно, радуюсь, жду. Дорваться не могу. Горжусь своей дочкой. Каждое выступление смотрела друг друга. Переживал за спортсменку и ее будущий супруг. Как оказалось, сердце красавицы занято давно, и молодые люди скоро поженятся. Вот она писала мне перед соревнованием, это уже в начале, писала, что тряслись руки, дрожит голос и так далее. Конечно, я очень рад, что так все получилось, что все те годы, которые она тренировалась, не прошли даром. Главное, чтобы она сама, вылетая из Бразилии, чувствовала чувство удовлетворения, что она все сделала, все смогла. А мы, конечно, мы все за нее рады. И тренера, и мы, и родственники, и родители. Все внесли свой вклад в какую-то частичку, наверное. Весной мы поставили ходак, почти зима или весна, по-моему, была. Родители, родственники все встретились, обсудили. Ну и приняли решение, что это будет конец года. Чтобы не отвлекать все, после Олимпиады уже это все. Сейчас приедет, уже более подробно будем, наверное, решать, обсуждать, как что. И вот, пожалуй, самый трогательный момент. И наступила на бурятскую землю. Поздравляем! 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 Мир узнал, кто такие буряты и где они живут. Потому что много иностранных журналистов спрашивали про нашу нацию, про бурятов, про буряты и являются ли стрипанациональным видом спорта. Спасибо вам всем огромное! Принимай хлеб, соль из рук! Напомним, серебро в Рио Инна завоевала вместе с командой. В споре за личную медаль Степанова в одной восьмой проиграла одну из сильнейших спортсменок – кореянки Мисунчой. Я бы сказала, что сетка была хорошая, мы с ней разговаривали, об этом, естественно, обсуждали. Но это рабочие моменты, можно было пройти. Но то, что именно эта спортсменка кореянка сидит под первым квалификационным номером, конечно, это напряжение. Я думаю, что она будет готовиться к токийским Олимпийским играм. В Токио, в Японию надо посмотреть, изъездить и показать, защитить достойно честь своей страны. Аина Чертарова, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. В Рио еще остались наши спортсмены. Александр Богомоев и Батар Сагалуев, которые поехали вторыми номерами на замену якутским спортсменам, вряд ли будут соревноваться. Но тем не менее, ребята участвуют в играх, и мы с ними. А вот к выбору первых номеров появилось несколько запоздалые претензии. Скандалы вокруг, а теперь и внутри национальной сборной по боксу. Тренерский штаб нашей боксерской команды в полном составе ушел в отставку. Главный наставник сборной Александр Лебзяк заявил, половину состава ему навязали. А сами спортсмены приехали в Рио, как туристы. Но самое досадное, что заменить горе участников Олимпиады могли боксеры из Бурятии. Тему продолжит Аюна Очертарова. Российские боксеры один за другим покидают Олимпиаду, проигрывая соперникам из других стран. Больше всего претензий у спортивной общественности Бурятии к Василию Егорову и Петру Хомукову. Как американцу проиграл Егоров, ну, Вася, Баттер, у меня такое ощущение, ну, мое мнение, что Баттер бы с ним разобрался, с этим американцем. Ну, Петр Хомуков, он, по идее, очень маленький, ростом, 81 килограмм. Многие тренеры даже так же, даже они уехали уже на Олимпиаду, уже предсказывали, что он в предварительных боях может проиграть. Якутский боксер проиграл в первом же бою, боксер из Питера во втором. Первого спокойно мог заменить Баттер Сагалуев, а Петра Хомукова Георгий Кушиташвили. Егоров и Хомуков завоевали именные лицензии еще в 2015 году, но в последнее время наши земляки были объективно сильнее. Как признался главный тренер команды Александр Лебзяк, половину олимпийской команды ему навязали спортивные чиновники. Вы, например, завоевали путевку, а у нас еще есть полгода, еще есть три турнира, где я могу поехать и, отказавшись от этой путевки, взять более молодого, более рвущегося, более как бы такого, у него желания есть больше. И пускай он даже чуть-чуть, техника тактическая слабее, но у него есть желание. Он поехал на другие сорвания и так бы завоевал путевки. И поехал бы он, но уже не вы. Решающее слово за вами было? Решающее слово было за президента федерации. В федерации решили не рисковать и оставили все как есть. Спортсмены меж тем расслабились и начали сдавать позиции, своеобразно готовясь к олимпиаде. Понятно, что то, что я улыбаюсь, конечно, в душе говно кипит у меня, и я вижу, говорю, ну, пассажиры, просто участники. То, что он попал на олимпиаду, он уже все, он уже не тренируется так, как надо. Его нельзя уже, его где-то уже, где-то его заведешь, он уже бежит, жалуется, что вот на него кричат. Вот такие у нас связаны. У нас даже женщины сильнее, чем мужчины. Лебзяк говорил о туристах сборной и раньше. А один из тренеров сборной России, Бату Батуев, до Олимпиады признавался нашему каналу в открытом эфире. С Кушеташвили все решила политика. Чисто политика, я не скрываю это. Питер. Давно у Питера не было олимпийцев. И поедут поучаствовать, да? Главное, по девизам, главное не победа, а участие. Я думаю, едут участвовать. Тогда же Бату Батуев показал фрагмент спарринга Хомукова и Кушеташвили, где Гоша легко справляется с соперником. Александр Лебзяк же в интервью признался, сборная ему нравится и команду можно подвести в отличной форме к следующему старту четырехлетия. Которая сейчас сборная идет, молодежь вот эта, и там 90%, ну и 90%, 70% армеец, которые и как люди порядочные, без всяких вот этих выеживаний. И ребята очень хорошие, очень мощные. Поэтому, если, я говорю, все будет нормально, мы их доведем до следующей Олимпиады. Вот там, вот там, вот там держитесь. Как изменится сборная после смены тренерского штаба и останутся ли в команде наши ребята, неясно. Политика и деньги откровенно лезут в спорт. Но, к удивлению, наши чиновники не спешат защищать и отстаивать наших. А вот, например, Якутия продолжает упорно лоббировать своих спортсменов во всех видов. Бокс постигла та же участь, что и вольную борьбу. Владимир Банчиков, Аюна Чертарова, Александр Лупсанов. Первые альтернативные. И все же без медалей наши боксеры остаться не должны. Сегодня первое золото в этом виде России принес Евгений Тищенко. В тяжелом бою он отвоевал победу у спортсмена из Казахстана. И хотя не все зрители были довольны решением судей, рефери единогласно отдали победы нашему бойцу. Праздник футбола для силовых структур. В Лануде прошел турнир памяти Василия Балетхаева, бывшего капитана футбольной команды «Динамо». Несмотря на проливной дождь, турнир не отменили и не перенесли. Мало того, некоторые игроки были рады такой погоде. Не испугал дождь и нашего корреспондента. Центральный стадион Республики, 8 команд силовых ведомств и проливной дождь. Так стартовал памятный турнир общества «Динамо». Погода, мягко говоря, не благоволила. Но когда это останавливало истинных любителей футбола. Ребят, как погодка, как футбол? Отлично футбол, погода тоже отличная. Отличная? Да, да, да. Самое то? Самое то. Погода, в принципе, футбольная, дождливая. Самое главное – не жара. Погода не очень, настрой боевой. Настрой боевой? Да. А как намеренно играть? Сейчас. Как обычно? Выигрывать. Хорошая погода. Главное, что не жарко, а настрой хороший. Матч хороший. Все замечательно. Это уже 24-е традиционные соревнования памяти майора внутренней службы Василия Балитхаева. Несмотря на внутриструктурный характер турнира, просто так сдаваться никто не собирается. Веселая игра. Двигаются ребята. Первая игра, поэтому она не такая захватывающая, как будут финальные игры. Каждый год игры финальные, они захватывают дух. До споров, до криков, практически до драки. Все борются до последнего. Помимо призов для победителей соревнований, организаторы подготовили награды для лучшего нападающего, защитника и вратаря. Но важнее всего память об ушедших сотрудниках, об их былых подвигах и заслугах. Не стало в оси. Учредили турнир. Ребята, вот, в памяти его. Он был первым капитаном «Динамо». Для нас это было настолько важно. Где ребята, у меня два сына, были школьники, маленькие. И вот команда, можно сказать, их воспитала. Они любят спорт. Внучки сейчас спортом занимаются. И мы вот выросли на этих состязаниях. Сегодня мы на этом и воспитываем личный состав, и говорим молодежи, что так должно быть. Это моральная обязанность всех. Помнить, пока мы помним, общество живо, и мы живем. Турнир будет проходить три дня на центральном стадионе. А уже в следующем году собираются пригласить команды со всей республики и из Монголии. Будамунхоев Александр Лупсанов – первая альтернативная. И снова к теме Олимпиады. В копилке нашей сборной на сегодняшний день 35 медалей – 11 золотых и по 12 серебряных и бронзовых. В неофициальном зачете по количеству наград лидируют США, следом Великобритания и Китай. Еще одна медаль в дзюдо. На этот раз золото стране принес Хасан Халмурзаев, став лучшим в весовой категории до 81 килограмма. Невероятная женщина, мать троих детей, Ольга Забелинская, стала второй в шоссейной велогонке с раздельным стартом. Теперь у нее столько же медалей, сколько и детей. Как признается, Ольга хочет еще и того, и другого. Принес медаль и велогонщик Денис Дмитриев. Он стал бронзовым призером турнира по велотреку в индивидуальном спринте. А Анастасия Воинова и Дарья Шмелева стали серебряными призерами в командном. Пловчиха Юлия Ефимова отметилась вторым серебром на турнире, успешно проплыв 200 метров брасом. Еще одну медаль в бассейне для страны выиграл Евгений Рылов, проплыв 200 метров на спине с третьим результатом. Еще одна бронза на счету Антона Чубкова на дистанции 200 метров с брасом. С трудом добрались и с легкостью победили. Теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина едва не опоздали в Рио, пока летели с другого турнира. Не было билетов на самолет. Зато по приезду не оставили никому шансов на победу и уверенно одолели в финале пару из Швейцарии. Невероятное творят наши в фехтовании. После победы Ян Игорян и Серебра Софьи Великой девушки в команде вместе с Юлией Гавриловой и Екатериной Идиченко одолели украинок и стали лучшими. Меньше повезло ж пожисткам, они стали третьими. Еще одно золото в фехтовании за раперистской Инной Дереглазовой. Наша мужская команда раперистов также стала лучшей. Ян Игорян и Тимур Сафин, завоевавшие по два золота, таким образом выиграли спор у своего тренера. И тот лишился шевелюры. Стефания Юлфутина завоевала третье место в соревнованиях по паростному спорту. Серебряные и бронзовые медали продолжают завоевывать наши стрелки. Сергей Каменский, Кирилл Григорян, Владимир Масленников и Виталина Бацарашкина уже отметились в олимпийской истории. Хрупкая девушка с сильным характером. Гимнастка Илья Мустафина собрала полный комплект наград. Командное серебро, бронза в личном многоборе и, наконец, золото на брусьях. Напомню, четыре года назад в Лондоне Илья стала лучшей на этом же снаряде. Мария Пасека стала второй в коронном для себя упражнении опорном прыжке. Не ударили в грязь лицом и мужчины. Гимнаст Денис Аблязин стал обладателем сразу двух медалей. Бронзовые упражнения на кольцах и серебряные в опорном прыжке. Открыли счет медалям и наши борцы. Борец греко-римского стиля Роман Гласов, чемпион Олимпиады 2012 года в Лондоне, победил датчанина Марка Мацена и стал двукратным олимпийским чемпионом. Давид Чиквитадзе стал чемпионом в весе до 85 килограммов. В финале наш борец одолил украинца Жанна Белинюка. Побеждает без напряга. Ямайский легкоатлет Усейн Болт продолжает радовать своих фанатов. Король спринта в очередной раз подтвердил свое прозвище, оставляет всех позади. Сегодня, 16 августа, будет разыграно 25 комплектов наград в 12 видах спорта. Особенные надежды в этот день Россия, как обычно, возлагает на синхронисток пару Светлана Ромашина и Наталья Ищенко. По итогам квалификации они были лучшими. Борцы Исламбек Альбиев и Ислам Магомедов вполне достойны звания чемпионов. Начнутся соревнования и для единственной российской легкоатлетки в Рио Дарьи Клишиной. Интересной для нас будет гребля на байдарках и каноя. Там выступят сразу три наших экипажа. Что такое бестфит? Я вот не знаю. А наш инструктор Елена Разуваева не только может вам рассказать, но и показать, что это такое. Здравствуйте, дорогие друзья! Лето – это прекрасная пора для того, чтобы попробовать что-нибудь новое. Например, фитнес-программу. Сегодня я предлагаю вам вариант высокоинтенсивной тренировки, который называется бестфит. Она включает в себя кардионагрузку и силовые упражнения. Формирует красивое тело, развивает выносливость, гибкость и координацию. Итак, начнем! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это был первый блок, который включал в себя три упражнения. Нужно будет сделать каждое упражнение минут 15-30, без перерывов. В конце круга отдыхаем секунд 30 и приступаем к первому упражнению. Итак, второй блок. Исходное положение планка. Выпад вперед. Это было первое упражнение, второе упражнение. Подтягиваем колено к животу, отжимаемся. Колено. Еще два раза. И второй блок. Включил в себя два упражнения. Нужно будет работать 30 секунд над каждым упражнением. Отдыхаем и повторяем круг. Тренируйтесь вместе с нами. Желаю вам хорошего самочувствия и отличного настроения. До новых встреч! На сегодня это все. Занимайтесь спортом, будьте здоровы и болеем за наших. Каждый пацан борел дан. Каждый пацан борел дан. Эти сломанные уши на плечах баран. Выиграл этим летом дважды сурхарбан. Хочешь на свидание, ты с крутым борцом. А вечером в паттер перейдем. Ты послушай меня, милый, вредит же коня. А то он почему-то нюхает меня. Сходим на свидание в лучший ресторан. Лишь бы одобрил даться.